Пытаясь найти работу через объявления в местных газетах, шумкентец Ертай Ережепов даже не предполагал, какие испытания придется выдержать. Ничто не предвещало беды, когда год назад он позвонил по одному из объявлений. И там смотрю, вакансия стоит, требуется грузчик. Я позвонил, там девушка подняла трубку, я с ней говорю, она мне говорит, есть работа, но не в Казахстане, а в России. В городе Саратов, грузчиком. Ну хорошо, давайте встретимся. Она тоже, давай. И мы встретились, посидели там, она мне говорит, магазин ее сестры, ее муж, казахи, не бойся, наши шумкентские. Ну все, я согласился, поверил ей. Посредница оплатила перелет Ертая до Москвы. В аэропорту Москвы его уже ждали. Ертая встретил муж той самой владелицы магазина. Забрал у Ертая документы, телефон привез в магазин в район Гальянова. Здесь Ертая сразу избили. Потом началось настоящее рабство, из которого Ертай выбрался практически чудом. Помогли прихожане одной из московских мечетей. Примерно такая же история произошла с Несибилей Бирагимовой. Девушку пригласили работать в Москву, обещая хорошую зарплату и приемлемые условия. Однако она оказалась в том же магазине и в таком же рабском положении. Работала без выходных раз в месяц. Мне разрешали поговорить с мамой, но только в присутствии хозяйки и по громкой связи. Спала вместе с другими работниками внутри магазина. Кормили нас замороженным хлебом. Избивали регулярно. Только по счастливой случайности мне удалось бежать. Продуктовый магазин в Гальянова, владельцами которого является, по некоторым данным, выходцы из Казгурского района Южно-Казахстанской области, уже не раз попадает в поле зрения общественных организаций и правоохранительных органов. Еще несколько лет назад появились первые сигналы, что там держат рабов, которых обманом заманивают именно из Южно-Казахстанской области. Девять человек – это те граждане Казахстана, которые обратились к нам. И есть такие граждане, которые не решились написать все-таки заявление, подать обращение в правоохранительные органы за помощью. На сегодняшний день, как я уже сказала, девять человек. Это первое обращение у нас было в 2008 году. И в 2009 году мы уже задумывались о том, что ситуации повторяются. Как утверждают правозащитники, они несколько раз обращались в официальные органы России и Казахстана. Однако результатов не было. Сейчас Ертай подал заявление уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан. К делу подключились также и российские правозащитники. Главная задача – вызволить из трудового рабства все еще остающихся там казахстанских пленников.